всем привет дорогие друзья вы на канале металлик дэнни и сегодня с вами посмотрим на новенькую колоду рэнфри клетку рэнфри солдат новенькой назвать ее сложно на самом деле она играет уже долгое время просто немножко меняется преобразуется под текущей мету там карта меняется провизии что-то влезает что-то не влезает и в общем вот такая вот сборка назвать эту колоду сильной нельзя наверное такая средненькая если мы говорим про рэнфри сборки то наверно даже относительно многих рэнфри колод она даже слабенькая но как минимум интересная и такое что-то старенькое пощупать всегда пожалуйста всегда хочется колода если я не ошибаюсь цинтры у цинтры я посмотрел эту колоду никак не стал менять ее тем более рэнфри он скоро скорее всего повысится по провизии какие-то карты понизятся по провизии колода будет меняться поэтому что-то придумывать новое когда есть уже готовая хорошая сборка я не стал взял эту сборку давайте разберем ее повторюсь что она не очень сильная но при этом не очень слабая такая средненькая колода если вы хотите апаться на нильфгарде то советую вам поиграть на мадуках блин советую на мадуках поиграть возможно на аристократах только есть положительные и отрицательные матчапы будете искать их во время игр может быть даже бандиты не знаю либо какая-нибудь сборка например на его но у нильфгарда не так много играбельных колод поэтому что-то интересненькое сегодня с вами посмотрим первым чем ролик и не забудьте подписаться на канал чтобы не пропустить новые ролики так не забудьте поставить лайк под роликов и под колодой на сайте плейгвинд это помогает продолжение моего канала также не забывайте спать дискорд сервер все анонсы новости к смагмента моего канала будут там ждем вас дискорд сервере ну а также уже готов гугл опрос мы выбрали архетипы которые будем с вами усиливать выбрали карт которые будем с вами нерфить поэтому пройдите опрос буду очень признателен каждый голос очень важен по этим голосам мы посмотрим что хочет аудитория какие карты она хочет нерфить какие архетипы она хочет бафать поэтому проголосуйте гугл опрос также будет в описании под роликом и переходим к разбору этой колоды значение у вас обилка по приказу вы можете заблокировать вражеский отряд и нанести ему 3 дениса урона то есть по сути обилка ходит на 6 очков но также блокирует отряды что довольно таки неплохо значит вы будете отдавать это более таки рано чтобы проставить рэнфри так у рэнфри есть различные обилки на карри овер то есть на способности которые могут вас сыграть во втором раунде в третьем раунде или просто вы можете засейвить а потом сыграть ими в третьем раунде отложить их либо там не знаю откат 8 сыграть в этом раунде в том раунде то есть перри оверные различные способности стоит именно лампа потому что через потому что лампа это отряд иногда через рэнфри вы будете ролять стратегемы стратегические приемы и у вас будет создаваться в рукопашке тот стратегем который у вас изначально есть колоде это лампа вам нужны отряды под трис. Трис по размещению в дальнобойном ряду усиливает все дружеские отряды в ряду назначения равной половине их изначальной силы. Зачастую будете играть ее в дальнобойный ряд, чтобы прокачать ваши отряды в рукопашном ряду. Почему в рукопашке? Потому что в рукопашке у вас больше карт именно играет. Это Вильгерфордс, это Лео Боннер, зачастую будут играть именно в рукопашке, это Кавалерия Альба как блок, иногда Доплеры, но Доплеров вы зачастую будете играть в первом раунде. Давайте с вами потихонечку будем разбирать карты, я прям так начал по верхам. Доплер, интересная карта в этой колоде, ее будете играть в рукопашку почти всегда. Выбираете отряд в вашей руке, затем усиливаете эту карту, то есть себя, назначение равное числу отрядов с той же основной категорией в вашей руке. У вас основная категория это человек, то есть первая категория, которая тут прописана, это есть, это самая первая категория основная. Единственный не человек это Доплер, он реликт, и охотничья стая, это зверь. Поэтому зачастую вы найдете свою нужную категорию, и Доплер у вас играет в первом раунде, от 9 до 11 очков. В зависимости от того, сколько у вас Доплеров, или есть ли у вас охотничья стая. Не перепутайте и не выберите охотничью стаю, тогда он прокачается на 1 очко, этого вам не надо. Для первого раунда хороший поинт, и раз на 10 сыграл, и 2 на 10 сыграл, допустим. За 5 провизии неплохо. Кто есть еще? Охотничья стая. По размещению, если у вражеской отряда есть статус, призовите все копии этого отряда из вашей колоды в этот ряд. Статус это обреченность, блокировка, кровоток, выносливость, обреченность, я уже, по-моему, называл, настой, все это статусы, благодаря которым вы можете призвать эту карту, копию этой карты. Но именно у отряда, у артефакта не считается. Поэтому в одном экземпляре вы ее носите в руке, а другая должна быть в колоде, чтобы прокрутить вашу деку. Далее прокрутка в виде губителей. По размещению вы перемещаете карту из вашей колоды на ее верх, если это чародей, то выставите сразу в этом ряду. Если это особая карта, то выставите коровью туши. Но особых карт у вас тут нет, поэтому будете именно чародея перемещать наверх колоды. В чародеях у вас тут несколько карт, это 30 метеоритный дождь, можно положить ее чуть-чуть повыше в колоде, чтобы найти ее потом во втором или в третьем раунде. Состок рун чародеем является, которого тоже можно наверх положить. И вильгефордс. Но зачастую вы будете класть именно чародеев в убийц, чтобы они выпрыгивали и нанесили 2 дни урона вражескому отряду. Так как когда вы их выбираете в качестве цели, помещая их наверх колоды, они выпрыгивают и наносят урон. Это хорошая для вас прокрутка. Далее есть карта неволичья пехота. По размещению вы обращаете дружеский отряд в неволичью пехоту. То есть максимум карта может сходить на 9 очков за 4 провизии, что довольно-таки неплохо, обращая двойки или единички. Единички вы можете сделать благодаря погонщику рабов, ударяя маленькие карты, либо благодаря оппоненту, которая будет вас, например, как-то ударять. Поэтому двойки это чародеи-убийцы, иногда погонщика рабов можно обратить, это все равно будет ход в плюс 5 плюс 3, это сколько? Нет, 5 плюс 2 получается, это ход на 7. То есть в любом случае карта почти всегда будет играть у вас на плюс. Она может сыграть у вас в минус, только в одном случае, когда у вас на столе вообще нет карты, и вы какую-то хорошую в свою карту обращаете. Но это редкий случай, за что она играет на 6-9. Какие карты у нас есть еще? Это огромное количество солдат. Сержанта музыка, который играет на 9 за 6 в текущем патче. Эту карту часто меняют туда-сюда. По размещению, если ваш противник выиграл раунд в этой игре, то вы создаете играть и подготовку к бою. 9 за 6 с броней. Эту карту можно переигрывать через погонщика рабов, которая наносит одну идиницу урону бронзовому отряду, создавая его копию, делая ее силу равной единице. Если это солдат, то вы ее и не просто создаете, а именно переигрываете. Поэтому начну это будет именно на УЗК, и в редких случаях кавалерия Альба. В редких-редких случаях еще какие-то карты, которые вы могли, например, сотворить через на Токару. Далее. Альба это просто блок в рукопашном ряду, который также можно переиграть. Банна Ренфри ваша прокрутка, которая тут работает в колоде, потому что колода на Ренфри. Родерик из Дунтыни тоже ваша прокрутка. Вы смотрите две золотые карты в ваш колоде и играете одну из них. Иногда колода может так сильно прокрутиться, что Родерик вам может просто не пригодиться. Иногда его приходится даже мулиганить. Вильгефордс контроль в рукопашке, который призывает верхний бронзовый отряд противника. Иногда, в редких случаях, вы будете играть его в дальнобойный ряд, чтобы призывать какую-то свою карту. Причем не только бронзовую, а еще и золотую. Просто в статы. Но это крайне-крайне редко. Лео Бон от рукопашки уничтожает вражеский отряд силой 9 или более. В размещении дальнобойным уничтожает вражеского Ведьмака. Ведьмаков в текущем ладере не так много. Их было много в начале сезона, но они иногда попадаются. Есть накерные различные сборки. Можно убить, допустим, не знаю, Геральтов каких-нибудь, но это, конечно, ход на очень мало будет. Но, в любом случае, он может сыграть. Рунмак по размещению до конца игры Присоставления вы играете из пяти карт, а не из трех. То есть, ваша рентри будет смотреть уже не три проклятия, а пять проклятиев. Не три благословения, а пять благословений. И выбирать вы их будете относительно, конечно же, ситуации на столе. Ну и рунмак также создаёт руну. В зависимости от ситуации на столе, вы выбираете нужную вам руну. Зачастую, это будет либо северная руна, когда вы хотите играть долгий раунд, найти какой-то движок. Там, нашли какого-то рубайла у севера, там, его можно будет переиграть, там, через погонщиков, рубайлов наставить себе на стол. Или какие-нибудь кораблики. Ну, не кораблики. Есть корабль, короче, фрегат. Есть, например, осадные орудия. Их тоже можно по-разному переигрывать. В общем, вариантов много, но зачастую, это будет северная руна. В редких случаях, нильфа руна. Ну, а в втором или третьем раунде, если вы выиграли, то, скорее всего, будет эта руна нильфгарда, чтобы там переигрывать уже ваши, там, ваших солдат, ставить солдаты, переигрывать солдат и так далее. Также есть в кауде рамон. Рамон по размещению создает и играет изначально копию бронзового солдата из вашей руки, добавляя две единицы брони. Зачастую, это будет именно сержант Музяка. Много брони. Хорошо для вас. Расставляться всё в один рядочек. Тоже для вас very, very good. Вот такая вот дэчка. В принципе, все карты я разобрал. Если мы говорим про какие-то макро-моменты, то желательно вам играть такой не самый долгий раунд, но не самый короткий. Средний раунд, где вы можете расставиться, поставить трис и кайфовать. Для первого раунда у вас есть хороший темп. Это ваша прокрутка, это ваши губители, это ваши доплеры. Доплер в коротком раунде будет очень слаб, поэтому зачастую его в коротких раундах, в третьем раунде, там, надо его мулиганить и не искать в руку. Для вас не так много хороших мучапов сейчас в ладере есть, но какие-нибудь, не знаю, архетипы, не знаю, даже, по-моему, тех же аристократов вы, например, можете проходить. Много карт у вас под блоки. Какие-нибудь, не знаю, Devotion Север вы тоже можете пройти. Да, конечно, у вас будут проблемы с мутагенератором, допустим, но вы можете прожать вовремя пасса, а потом просто блокировать все его движки. Думаю, таки неплохо. Там какие-нибудь ведьмаки, какие-нибудь чародеи, всё это вы, очевидно, блокируете и кайфуете. Какие-нибудь метринжевые сборки на точном ударе, на мадуках, скорее всего, у вас будут проблемы, большие проблемы. Но в целом, играбельно. Переходим к практике. У нас играет точный удар, неприятный матчат, сразу скажу, но играбельный. Мы на синем монете, нам нужен хороший заход, хорошая прокрутка. Давайте уберём на узику, на узику. Больше мы их не увидим, как говорится. Ну и, наверное, всё. Ну да, нормально. Начинаем сразу с доплера. Убираем человека. Главное не промахнуться. Иногда можно выбрать собаку. И собака даст вам... Не даст вам ничего. Всегда часто изучают эту карту, потому что не часто её встречают в ладере. Частая тема. Даже опытные игроки смотрят, что же это за картон новый. Так. Мы друзья. Мы просто друзья. Погнали. Жаль, конечно. Сорт был неплохой. Уже хорошие поинты мы имеем. Я бы сыграл второго губителя. И больше пехоты. Мы пытаемся его подпушить. Подпушить. Контроля у него будет много. Возможно, это даже блок. Да, окей. Это наш блок точно. Я бы собака дал. Типа это может ещё в теории сыграть на хороший поинт. Это тоже в теории. А вот собак всегда... Всегда хочется. Пораньше. Он играет. Отлично. Соответственно, мы тоже играем. В эту игру. И скорее всего, Ренфри сразу вставится. Может быть и нет. Нет, Макам сгорать. Хей-хо. Хей-хо, хей-хо. Хей-хо. Давайте так. У него блок. Статусы здесь есть. Мы прокручиваемся. Всё хорошо. Статуи имеем. Надеемся, что Ренфри у него нет в руке. Ренфри у него нет в руке. Окей. Теперь губитель. Голод их сломит, а жажда доконает. Хорошо, крутимся. Попадание одно из лучших, кстати. Без прикола. Дуб будет слабее. Левый бонус у нас чисто под дуб. Только под дуб. Других целей там никогда уже не будет. Ну, Геральта ещё можно завалить. Но это такое. Тринороги. На семь. На шесть. Окей. Так, тихо, тихо, тихо. Тринороги это очень много. Но мы в любом случае играем дальше. Кидаем банду. Он добрал карту. Надеемся, что это в итоге не Ренфри. Потому что Ренфри у него ходит на маленькие поинты. Этих поинтов ему хватает для игры дальше. Но нам ходить уже что-то как-то нечем. Ну, можем блок переиграть, например. Ренфри там точно нет. В руке. Этого хватает. Ладно. Ну, и так же эта карта играет на девять очков. В двойке он не попадал. Банда Ренфри так. Блин, только с обилкой. Давайте обилку сходим. Или всё-таки с Рамоном. Но он будет знать, какая у нас карта осталась. Я бы Рамона отдавал. Я бы тут душился, ребят. Я бы тут душился. Ласход очень нам нужен будет против этой колоды. Я бы здесь душился. То есть, играл бы до Талова. На нашем винтерском сленге. Ренфри всё-таки в руке. Ну, увы. Не знаю. Это ошибка не давать её после того, как ты расчхил обилку. Кони отдавать. Это глупо. Было бы неплохо, если он её тратит, да? Он её тратит. Нам, кстати, хватает. Он как-то цели выбрал не самые лучшие. А, может, он отыгрывал от этого, да? В итоге мы ходим на... На 8 очков. И даём ещё обилку. Давайте так. Другой как-то его ещё раз может расчехлить. Ну и Бонарт у нас не играет. Мы надеемся просто, что у него игра... Рука более мощная. Дуб, Геральт и так далее. Ммм, Каприан. Слишком хорошая рука оппонента. Слишком. Очень хорошая рука была. Пас. Это плохой размен, очевидно. Мы тут проигрываем. Скарт не получили. Лео Бонарт, скорее всего, у нас уже не сыграет никогда. Надо же, что если будет 2-0. По что верим с трудом. Наверное, так. Да, конечно, шанс найти Ренфри не такой большой. Давайте попробуем убрать так. И Ренфри мы нашли. Они обычно идут с долгие, но оппонент может какую-то новую стратегию применить. Ну, у него обилка под долгий. То есть он может сейчас отыграть, а потом обилку оставить под всё остальное. Давайте рунмага. Попробуем ральнуть какую-нибудь Нильфоруну. Ну, не сказать, что хорошие карты. Не сказать, что я ими доволен. В принципе, экспериментальный имперский экспериментатор может хотя бы что-то сделать. Более суток хватает. Ну, там мы не знаем, что улетело вниз. Там игра немножко нас... Обмануть может. Иди где-то! Если это надо было блокировать. Надо было блокировать. Я думаю, даже это вот так заблокировать. Поставим её. Бронза, 6 демеджа. Усилий, дружеский отряд. Стратегемы. Изначальная копия такое. 6 демеджа хорошо, потому что мы тут всё убиваем. Почти. Давайте попробуем вот так. Слабейшая карта. Успеваем. Блин, я не эти карты хотел, конечно, найти. Давай тебя. Это тоже была ошибка. Геральт у него играет. Хорошо, это дуб. Хотя геральт у него нет. А может и есть. Так, ну Лео Боннард, ну, либо Вильгефорца. Что-то тоже неплохо, на самом деле. И дуб мы себе скрафтим. Ну, это была ошибка от оппонента. Ну, ладно. Лучше бы, конечно, Лео Боннард. Но, тоже неплохо. И дуб мы крафтим себе в колоду. Вот он, дуб. Окей, ладно. Сейчас ещё, если как-то попробуем выиграть. Оппонент отыграл мой взгляд плохо. Это я, я зафидил. Очень много потерял времени. Оппонента преимущество вот в виде приказа. Но голды он отдал уже больше. Если мы сейчас находим на узяки. Дуб, конечно, не сказать, что имба прям лютая. Ну, окей. На узяки нашли. Рис по дубам очень сильный будет. Там Геральт может быть. Геральт, скорее всего, есть. Все колоды присутствуют одинаковые. Поэтому, наверное, даже оставляем так. Это лучшая рука. Геральт должен быть. Геральт должен точно быть. В Игни не верю. В Ревийского верю. Верую. Отыгрываем от брони. Отыгрываем от урона. В целом, реально неплохо можем отыграть от своего урона. Ну, сейчас думаю, какими нам будем от него отыгрывать. Ну, ладно, есть планы. Блин, блок был бы неплохой. Ладно, давайте уже так сыграем. И вот так, чтобы брони тут было больше. Дай сюда билки псевдо отыгрывать. По логике Геральт и... Кто-то еще. Краснолют обычный. Кроза прожимает. Ну, мы играем тупо, очевидно, в урон. Очевидно, в урон. И вроде бы нам этого хватает. Ну да, хватает. Ну, много было, на самом деле, не самых лучших плавов от меня. Но в итоге все равно выиграем. На очень-очень мизер. Выгодить всего, да, бить в тройку. И нам хватило. Вот выпал бы Лео Бонард в том раунде. Ладно, нормально. Сейчас играют эльфы на ловушках. Давно не видел этот матчап. Давно не видел эту колоду. Монета наша. Он может что-то еще и не найти. Но контроля у нас также хватает. Давайте уберем на узюку, как брик. Хоть не знаю, как брик. Блин, очень много бриков. Чтобы, наверное, на узюку оставили. Окей, я думаю, что лучше чародей в руке с губителем, чем Ренфри. Ренфри мы уберем. Ну и, в принципе, начал бы я как раз-таки с нее. Наверное, да. Допустим, давайте этой картой сходим. Убийцу и... Окей, ловушечка вышла. Кстати, не надо было в один ряд расставляться. Там может быть еще одна ловушка. Она редко играется, но метко. А вот и она, кажись. А вот, кажись, и она. Ходов тупо нет. Просто поставить повыше чародея. Давайте так. Жаль, конечно. Сорт был неплохой. Гостей пропускаю фрагменты. А, ошибка. Не надо было нажимать ее. Урона на 2 сейчас будет. Вот, видимо, реально классические ловушки. Лангус. Убить его нет смысла, потому что... Да. 2 поинта я потерял. Ничего страшного. Наверное, нильф... Можно северную для статов. Для темпа. Ну, в принципе, как вариант даже эта карта. Маков у нас не было. Вполне. Хочется, конечно, вот эту еще карту опрокинуть. Кстати, из солдатов можем переиграть. Все, вообще неплохо так. Так-то неплохо. По щитку ударить. Реордайн. Свобода достается ценой крови. Это, видимо, все-таки классические ловушки. Я потерял 2 поинта. Повторюсь. Ценой крови. Свобода. У него будет отряд с... Этими самыми. Поэтому... Обреченные отряды. Ух, е-мое. Нильчку захватывает. А, тройку. Хорошо. И таки мы не знаем, что это за ловушка. Если бы мы знали. Давайте этой карты сходим. Обреченность есть. А душка неплохая от оппонента. По итогу-то вышла. Долботана-стрелок. Обман. Можете там быть обман? Может ли там быть обман? Ну, скорее всего, так оно и есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять. На двенадцать. На двенадцать ходит. Давай так дадим. Мне кажется, это уничтожение от спела. Почему-то. Верю до последнего. Пас усилит на четыре. Значит, если это пас. Если это рог командирский. Слева, четыре, справа, восемь. Ну, и он забирает. Давайте Ренфри. Давайте Ренфри. Сыграйте бронзу. Уничтожение. Шесть. Стратегемы. Стратегемы, наверное. Стратегемы. Чет-не-чет. Шесть урона. КД. Пас четыре лучше. Лучше пас четыре. Я думаю. Играть мы с ним явно будем. Обман. Ну и рог у него ходит на восемь. Мы делаем пас четыре. Нас сорок семь. Ему восьми не хватает. Я думаю, этим мы и воспользуемся. Да, он хотел нас подловить. Но в итоге мы тоже его подловили. У нас тоже пас работает. Так что не знаю, на чем он хотел нас подловить. Видимо, он не прочитал пассивку. Классические ловушки. На вашем экране. Окей. Он еще дал волчью яму. Это тоже очень хорошо. По итогу у него... Может быть, еще вторая ловушка. Да, вилка. Вторая огненная ловушка. И спел. Обман. Это очень хорошо. Вот и две ловушки. Один из лучших, что он отдал их. Очень хорошо. На дурачка друг друга взяли. Отлично. Взяли, поддержали. Так. Блок вряд ли. Блин, и лево тоже вряд ли. Блин, лево Бонард вообще не сыграет. Я вот сейчас думаю, куда он сыграет. Там ни одной карты такой нет. Я думаю, мы его даже можем отдать. Это Рофил. Но тут любая карта сыграет сильнее, чем лево Бонард, ребят. Маков там нет. Свято? Смешно? А им не мне нет, например. В долгом он будет себя ощущать намного лучше, чем мы. Но если мы находим ту же на узику, кстати, которая триггерит с пылы, то будет неприятно. Эту карту мы сразу мулиганим. Голду мы все нашли. Худшая карта на узике, в принципе, норм. Окей. На узику мы не нашли, кстати. Так что он не затриггерит ничего. Но! Открываться зоплера нам нельзя. Будь смерть. Сильнейший отряд убьют. Но как нам открыться? Крафтить пятерку. Вот так вот. Кринж. Ну, наверное, так. Теряем поинт, но не убиваем сильнейший отряд свой. То, что на узике нет, это, конечно, печально. Ну, вот таким образом мы отыгрываем от спеллов. Ок. На прокрутке, кстати, у него все довольно-таки неплохо. В любом это карта, которая убивает сильнейший человек. Хорошо. Потеряли поинт, но приобрели намного больше. Надеемся хоть на какой-то дэмэдж, чтобы хоть как-то обращать карты. А то как-то не очень нам... Не очень комфортно. Все. Да, ловушка. Да, это оно. Убивает карту без брони, что довольно-таки неплохо для нас. Скорее всего, это ловушка, огненная ловушка. Давайте подставим его. Хотя, если его убивают, то никого будет обращать, да? Так, да, вот так. Там не будет цели для блоков, не будет их. Самая страшная карта, это ловушка-давилка. Грабежи тут тоже есть. Это уже не очень. Это уже вообще не очень. Ну ладно. Ванадайна мы, если что, убьем. Вильгефорд стопроцентный Ванадайна. Блин, подожди. Нам еще блоки тогда... А, блоки. Блоки не пригодятся. Блин. Оппонент, ты как-то не вовремя переобулся. Блоки уже не пригодятся. Не ожидал увидеть грузы. Конце третьего раунда. Плута не вообще не страшен. Мои извинения, добрый грант. Мандаринки, конечно. Пошла тень. Понимаете, пехота и забираем игру. Но наузики просто не было. Хотя, опять-таки, если бы было две наузики, то змеиная ловушка сыграла бы, скорее всего. Хотя, может, и не факт. Людям нельзя верить. Очень много перемещений, конечно, у оппонента. Людям нельзя. А кому можно-то в наше время? Свиток вряд ли. Яды вряд ли. Пчеление тоже, наверное, вряд ли. Просто лампа имбы. Лампочка имбаланса. Как будто бы цели под Вильгефорс еще будут. Тем более, он грузы все еще оставил. Не самая мощная Трис. Но, какая есть, такая есть. Ну, тут есть кружка. Нет, Трис тут не нарисовано. Там цели нарисовано. Ну, и Вильгефорс, а мы контрим карту, которую он захочет переигрывать. Это Ярик. Вообще, не страшно. Минус Вильгефорс, но невелика потеря. Надеюсь, там не будет какая-то мега имба. Сейчас посмотрим, кто здесь ловит. Бац, бац. В итоге Вильгефорс у нас сходил не на самые большие поинты. Ну, остался Симус по логике. Симуса не хватает. А может, и даже не Симус. Эльдайн, точно. Кстати, близко. Кстати, близко. Окей, для нас, наверное, все-таки больше плюсовой матчап, чем отрицательный. Но на Узика, скорее всего, она бы игру проиграла. Без шуток. Вот, без шуток. Так что, нормально. Сейчас играет Тусент. Интересно. Интересно. Ну, скорее всего, это какой-то мидрэндж. Может, даже нахерная сборка какая-нибудь. Ну, в любом случае, матчап неприятный. В принципе, ни для кого неприятный он. Только для оппонента. Брики мы все убираем. В принципе, заход неплохой. Как минимум, играбельный. Надеемся на классический Тусент. Но, очевидно, что это не будет классический Тусент. Убираем человека. Главное, не собаку. И спокойно. Спокойно бафаемся. Могут быть какие-нибудь коляски, яды. Милл. Окей, Милл в гайде. Можно попробовать, как минимум. Но теперь бы я точно в убителей не играл. Точно нет. Это бы, конечно, хотелось бы убить как-нибудь. Давай так. Ниль Фаруна. Э. Ну, можем убить это, как минимум. Давайте, наверное, завалим. Эта карта на 5 сходит. Эта карта меньше. Зачем вообще нужна эта пакость? Пока я его скрафтил вниз колоды. Ну, не знаю. Ладно. Допустим. Не подумал. Ну, ладно. Веселимся. В любом случае. Мы идем за лето. В любом случае, веселимся. Мы идем за летом. Расставимся. Ну, блин. Трис нет. Ренфри нет. Вот это уже плохо. Контрелла. Посмотрим. На Узюку. Ну, очень слабая Контрелла. Очень-очень слабая. Контреллу давайте обратим на всякий. От греха подальше. В принципе, это и бронзой. Мы тут можем отыграть и даже выиграть. Абилка Тусента меня смущает. Может, там еще какая-то неприятность есть. Ну, а карты, которые у нас остаются, это, по большей части, прокрутка. Поэтому очень-очень не очень играет нам. Чародей у нас вот такой вот. Циренова. Ни хреново Циренова. Я бы, на самом деле, попытался. Попытался бы. Да, может, конечно, выпасть Ренфри или Трис. Но кто не рискует. Окей. Он, если что, убивает Ведьмака. Может, кто-то не в курсе. В этот раз. То есть, в другие разы он и делал как надо, да? Не знаю, пас на яйцах так опасно. Прокрутки мы не хотим. Но окей, он дал нам раунд. Новый Зюку нам, конечно, всю смилили. Надо искать Ренфри. Сейчас посмотрим, докуда он не дошел, не докопался. Это Вильгефорд сверху был. Не больше пехота, нормальная тема. Ну и стая. Пойдет. Трис мы нашли. То есть, мы, по сути, все нашли, кроме Ренфри, да? Да. Все, кроме Ренфри нашли. Блин, Ренфри, наверное, самая сильная могла быть. Самая-самая сильная. Чародеев тоже нет у нас тут никаких. Ну, а чародеев все-таки пульнем одного. Попытаемся поддушить его. Ну, Ренфри мы уже не найдем никогда. Ренфри уже у нас не будет. Хотя, мило было не так много. Два убийцы королей. Репортов не было. Это накерная сборка, кто еще не догадался. Вот и накер. Угу. Убийцы королей, телепорт сразу. И банка имбы. Банка имбаланса. Пора запачкать руки. Вот она, Ренфри, до которой мы не смогли дотянуться. Минусанулась. Ну, с Ренфри, я думаю, это было бы вообще фри матчап почти. Почти фри матчап. Бафает. Давайте даже, наверное, Вильгифордс опрокинем. Ой, какой Вильгифордс будет сладкий. Возможно, он нас батит люто, но... Камон. Офигенный Вильгифордс. Офигенный Мистар. Сколько сыграл Вильгифордс? Я не успеваю. На огромные поинты. На гигантские. 20+. Хорошо. 5 карт в колоде тем временем. Что не очень хорошо. Оппонент слишком много отдал, очевидно. Перебрал, так сказать. Мельтони есть еще. Блок. Блок у нас от руки только. Но мы его даем, очевидно. Цапли челкнется. Клоун. Без негатива. Цапли кляс. Блин, Милл в гайде, ребят. Милл в гайде. Но, если вы хотите макро, то нам надо было искать Ренфри. Уходить с обилкой Ренфри и пару хороших жирных карт. Ну, сейчас бы, допустим, у нас была бы Ренфри в руке. Ну, ладно, нормально. Это даже, наверное, даже лучше. Показатель не будет. Нормально. 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 Ну, ходы кончаются. То есть, нам сейчас Ренфри проставим. Пальма. Господа. Ой-ой-ой. Матафури. В охотничьем. Не очень, конечно, в охотничьем. В охотничьем не очень. Мы играем. Как бы тут мы не уходили в плюс, мы играем до Талова. Мы прям играем, играем, играем. Ходы у нас, конечно, смешные будут потом. Ну, какие есть. Мил ту сент. Ну, при этом у нас еще осталось три карты, которые мы добрать можем. Целых три. Целых три карты. Не знаю, чем он уже добирает. Мильги Фордс. Окей, уже не три. Банду в нужный. Нет. Банду. И не банду, и не в нужный. Ну, ладно. Расход на четыре. Просто расставляемся. Один рядочек. Пёрная кровь. Вот такие карты я ожидал, да. Пёрной крови не было. Теперь есть. Допустим, так. Остывшая ванна. Очень остывшая. Какая остывшая. Ммм, стригобор. Кстати, мы можем Доплера наверх колоды запихать, чтобы он нам Доплера дал. И мы не очень много потеряем. Офигеть, лейнапик. Давай. Доплера наверх. Их нет смысла. Доплера наверх. Хорошо. Но при этом он вообще мало бафнится. Усилить карту за каждую уникальную основную категорию. То есть он всё равно сходит на мало. Что? А хотя ладно. Можно ему прокопашка будет кинуть. Отлично. Можно будет. Окей. Можно было и блокнуть на самом деле стригобора. Но не знаю. Как будто бы там ещё будет карта под блок. Хотя не особо в это верю. У него самого карт не так много. Пять штук. Эмиссар. Ваш покорный футбор. Он нас обгоняет, да? Но не страшно. Играем 3С и 3С, конечно, здесь работу своего делает очень хорошо. То есть мы обгоняем его аж на 20 поинтов. 25 почти. Это очень много. Блин, кукловод. Кукловод это блок. Но если есть второй, то это джиджишка. Джиджишка. За работу! Второй там есть, я знаю. Это наш оппонент. Два их. Нет, блин. Зараза, как говорится. А хватит ли ему кукловода, кстати? А хватит ли ему кукловода? Хм. Эм, ладно. Нет, не хватает. Победа. Победа. Ну, он никак не мог это отыграть. В итоге наше пуширование было оправданно. Что поставим милую джиджи? Let's go. Для гайда самое то. А просто у нас отцы-убийца. Вероятно, это набеги. Будем смотреть, о чем играет оппонент. Если это набеги, то... Монета у нас не та. Хочется играть, конечно же, на красный, отвечая ему. Но вполне себе пойдет. Музыку мы убираем. Брик мы убираем. Два доплера и губитель до первого. А что, звучит хайпово. Или на один доплер и два губителя. Тогда бы я в любом случае не мулиганился бы. Начинаем, очевидно, с доплера. Убираем человека. Доплер, доплер, губитель. Стоты будут добротные. Да, это набеги. Чуть по всему, у него одна карта не найдена, кстати. Вы начальник только один. И это хорошо для нас. Однозначно. Однозначно отлично. Я вот не знаю, стоит ли тут делать темповые пассы. Темповые. Долгом нас накажут. Просто можно даже банду кинуть и убежать. Я не знаю, как он это добирает. Более с одним военачальником. Бобьерн. Я выпадрошу тебя, как рыбу! Обратите волков, этих не можем. Не очистить, не обратите, а он их сразу убивает точно. Точно-точно. Ну, эта карта дает ему темп. Блин, если мы попадем по волкам, офигенно будет. Шансы небольшие. Сгиньте отсюда! Прочь! Это наш остров! Это наши волки! Наши волчары. Ай! Худшее. Ну ладно, я худшее вот это. Лучшее было другое. Броквар. Никто меня трусом не назовет! Догнать им эти поинты будет легко. Будем. Давайте все-таки вот так сделаем. Ощущение, что он даже поиграть может с нами. Нет, пас. Не знаю, я верю, что он догнал бы нас. За одну-две карты. Ну, одну нет, две, да. Да, в третьем нам было бы очень неприятно. Но монета не та. Монета не та. Сразу очень много сил мы теряем не на той монете. В него выходя. Любую норту я бы оставил. Собак тоже. Рунмаг, да. Один блок уберем. Виля хорошо, даже слишком хорошо. Пас, 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 пас. И играем банду Ренфри. Пытаемся выпушивать Ренфри в Криовер какой-нибудь. Была бы неплохой. Очень даже. Ну, так, кстати, наш блок. Довольно-таки неплохой. Вот, наверное, вместо слонного Лео или Вильгефорца, тут была бы офигеннейшая Трис. Просто лучшая женщина в мире. Может быть, не сегодня, но завтра. Ну, переиграть не переиграем никак. Скеллигийскую руну тупо в статы какие-нибудь. Давай попробуем. Ну, чего-то как-то нет. Вообще нет. Поврежденный отряд только один у нас. Давай сирену, наверное. Рофл взял эту карту. Я не думаю, что какая-нибудь Нильфоруна была бы лучше. Разве что у вас введомительность у этого чела, но... Либо вообще зеркальце. Ладно. Вариантов, как всегда, много. Орел, видимо, второй его начальник будет стоять сейчас. Ну... Ну, давай! Покажи, что можешь! Охотничья стая. Статусы на месте. Присутствуют. Статусы с нами в одной комнате. В итоге два его начальника. Эхо-карт у него больше нет. Картрольди не было. Только бронза отдается. Только бронза. А нам играть уже, как бы, не особо есть чем. Бронзы тоже особо нет. Давайте попробуем так сыграть. Ну да, мы тут за... За факапели, так сказать, себе весь рукопашный ряд. Но у него Сови не сыграет. Он будет, наверное, пытаться их как-то убивать. Какая-то картрольди должно быть. У нас, конечно же, не есть хорошо. Бабы, дети, старики. Идем, мы отдаем. Отдаем лидерку. О, спасибо. 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 И, наверное, все-таки отдаем лидерку. Рентри будем играть. Может даже триск, а вторая ральнуть. Попробуем. Почему нет? Ну, этот ряд. Играем хороший. Мертвый. А бронзу можем сыграть. Наверное, бронзу играем. КД. То есть демаджи. Слабейший отряд. Слабейший отряд у нас сильнейший отряд. У нас очень сильно слабейший отряд. Допустим. Нашли трис. Даже, наверное, вот так. Да чтоб вы своими сетями туда едете. Сразу эту карту обращаем. Трис бы я отдал в этом раунде. Блин, наверное, стоило забить весь ряд. Наверное, стоило. Он особенно очень нелегком играет. Пока что. Может быть, мы сможем так отыграть, что у нас и Лео, и Вильгефорд сыграет. Допустим, Лео в... В тира, а Вильгефорд в прокачанную карту. Война кланов выдается. Это очень хорошо. Он его убьет, скорее всего. Окей. Надо было, наверное, их расставлять в другой ряд. Ну, это 100% трис. 100%. Все карты мы, кстати, находим. Я сделал кариоэр какой-то выбить, но в итоге выбрал путь около дванулирования. То есть у нас нет цели дванулить. У нас есть цель. Перетипывать вот так сильно, что он отдаст несколько карт. Завершать тут будем мы. И он отдаст очень много ресурсов. Но пока что он вообще ничего не отдает. То есть самый жесткий карт это Вабьерн. Эхо, которое он отдал. И Война кланов. Картрол, где-то кариоэр. В идеале из него выбить Сови. Это самое, наверное, лучшее, что мы можем из него выбить. Атака чемпионов Нормис. Лидерка Нормис. Как будто бы Сови сейчас будет. Сови норм, но если ему хватит Сови, это будет плохо. Но ему не хватает Сови. Только с фулл-лидеркой. Отлично. Может быть что-то получится. А может и нет. Да. Только с фулл-лидеркой Сови это очень много. Это дофигище. Подожди, я слышусь. А, шестерка. Шестерка. Хвост поцеловать. Да, не хватает. Не хватает никак. Я не знаю, зачем он это делает. Это ошибки. Это очень большие ошибки он совершает сейчас. И мне надо было это все делать. Мы пасуем. У нас два ласхода. И в идеале у нас будет Рамон на УЗК на УЗК. Ну так и будет. То есть мы все карты находим. У него эхо не придет. Он может даже что-то не найти. Это было лишнее. Это было лишнее. А там, возможно, ему сейчас не хватало. Сейчас ему атаки чемпионов нормально хватает. Лапка дает. Так у него потом вообще не сыграет. То есть у него осталось тир. Ну будет еще прокачанная карта. Лапка одна. Одна лапка. Фукусия у него еще будет. Ой, самые важные карты внизу лежат. Не докрутились бы до них. Но это очень важно. Нам надо именно их. Эти тоже сыграют. Сто процентов сыграют. Начинаем с Лео Боннарта. Ну и что будет тир. Там Лео, конечно, подставляется под лапки. Все важные карты. Мы тут никак не отыграем на УЗК. Там это Ренфри. Ренфри Дека. Повторюсь, что Картролли прожал он это лишнее. Хотя, возможно, ему не хватало. Возможно, мы отыграем от... От атаки чемпионов. Так, рукопашка. В этот раз, конечно. Другие не буду. В этот раз сделаю. Там все, в один ряд отыгрывают Фукусии. От дождя Фукусии. Повреждений боимся ли мы? Да боимся, боимся. Ну, давай так лучше. Броня лучше. Броня все равно лучше будет. Атака чемпиона, Фукусия и что-то еще. Лапка, возможно. Или Война Кланов. Что-то он мог не найти, потому что эхо-карты не было. Но в Войнах он всех нашел. Может, даже брант там есть. Это Фукусия Вобьерна. Вобьерн, видимо... А, лапка была. Что я пропустил? Лапка была. Вначале была лапка или когда была? А, он сбросил лапку. Он сбросил. Он сбросил лапку. Ну, Война Кланов по логике. Фукусия, Вобьерн, Война Кланов. Вобьерн. Вот, Война Кланов и Ятор Чемпионов. По логике. Окей. Отлично. Броню сюда будем накладывать. Хорошо. Причем по броне все идет. Кто довольно-таки неплохо. Это хорошая буйка карта. Со сброса у него. Это вряд ли. Она, она Боин, да. Хотя, Вобьерн. Кровоток. Уже долго кровоток. Уже долго. Только Форца мы сейвим. Потому что у него что-то может, не знаю, прийти. Может у него вторая такая, например, карта есть. Война Кланов. Убивает он карту. Ну, вот, что-то поинтов как будто бы не хватает. Будем честны. Поинтов как будто бы мало. Ну, что-то да. А просто у него придет отсюда. Может ведь прийти восьмерка какая-то. Скорее всего, восьмерки придет, кстати. Брон, ну, да. Нам, скорее всего, не хватит. Нам хватает, если двоечка выпадет. Ну, двоечки вроде обе были. Нет, одна была. Ну, что ж, госпожа, удача бывает. Ничья. Вот если бы отдали раньше. Если бы отдали раньше. Он бы прокрутился и мог даже нас выиграть. Если бы выпала двоечка. То, скорее всего, выиграли бы мы. Выпала бы семерка, мы бы проиграли. Ну, госпожа удача в этой игре часто решает. Исход битвы. Не знаю, по-моему, но и было отыграно максимально правильно. Все, что можно было сделать, я сделал. Так что. Как-то так.